26 регионов, по несколько команд от каждого, и все сражаются только за нее. Мы за победу! Всероссийским соревнованиям по художественной гимнастике эти девочки готовились весь год, ведь многих из них мотивирует не только золотая медаль, но и возможность получить здесь справку для выполнения кандидата в мастера спорта и получения первого разряда. Тренировкам юные спортсменки посвящают большую часть времени, от 4 до 6 часов в день, 6 дней в неделю. Однако это не мешает им получать образование. Кто-то обучается на дому, а кто-то совмещает гимнастику с учебой в школе. Это, к примеру, Юлия Семина, которая приехала с клубом «Тандем» из Москвы. Ежедневно, возвращаясь домой к 8 вечера, девочка находит время еще и на хобби – рисование и чтение. Юлия 15 лет, 10 из которых она в гимнастике. За это время выиграла около 6 золотых медалей, а остальные награды в таком количестве, что и не с честь. Я занимаюсь всеми четырьмя видами – обруч, мяч, булава, ленда. Мне нравятся все виды, но, наверное, больше всего мне нравится обруч. Тренер бывает строгим, говорит девушка, но найти общий язык всегда можно. Если слушаться, все выполнять, то все. В открытии состязания принял участие глава региона Андрей Клычков. Он поблагодарил российских гимнасток за участие и вклад в культурное развитие страны. Соревнование «Феникс» проводится в Орле с 2021 года. И в этот раз организаторы устроили перемены. В этом году у нас за один день закрылся прием заявок на всероссийские соревнования. И мы многим командам отказали, потому что не смогли больше принять количество людей. Мы ждем в следующем году вновь приезжих к нам детей и будем рады. Ну а те дети, которым удалось попасть на соревнования, выразили неподдельную радость. Дети, вам нравятся у нас? Да! И мы счастливы! На вопрос, каким человеком нужно быть, чтобы добиться успеха в этом виде спорта, гимнастки отвечают. Любить спорт из своего тренера. Если у тебя есть какая-то определенная цель и мотивация, то ты по-любому пытаешься дойти к цели. Кстати, у мировых чемпионок сестер Дины и Арины Авериных схожее мнение. В день открытия соревнований они приехали к нам и порадовали орловских спортсменок своим мастер-классом. На самом деле мы получаем какую-то энергию от детей, потому что мы приходим, мы видим, какие у них радостные и горящие глаза, как они стараются, как они хотят быть похожими на нас. И они пытаются что-то повторить, что-то выучить. И на самом деле нам приносит это огромное удовольствие, потому что если дети счастливы, если им нравится, значит мы счастливы и мы довольны. В год девушки объезжают около 13 городов. Следующий на пути после Орла – Нижний Новгород. Там сестры представят театрализованное гимнастическое шоу.